Девятого января 1914 года в Самарском окружном суде слушалось дело об убийстве в солдатской Слободке. Зал суда был полон, среди публики было замечено много дам. Что касается жителей самой Слободки, то они толпились небольшими кучками наружных дверей, а в зал заседаний суда их не впустили. Проснулся лев и в гневе стал метаться. Нарушил тишину свирепый грозный рык. Какой-то зверь решил над львом поиздеваться. На львиный хвост он прицепил ярлык. Зимой 1914 года Самара жила самой пестрой жизнью. Так, в общественном собрании состоялось благотворительное утро в пользу недостаточных учениц высших женских курсов. А в доме для рабочих на Ильинской площади тоже драматическое утро, поставленное уже литературно-музыкальным кружком под управлением Богословской. Что же касается Самарского окружного суда, то там тоже прошло такое утро и весьма драматическое. На скамье подсудимых в это утро можно было увидеть пятерых жителей солдатской слободы Терентия и Осипа Селезневых, Александрова, Степанова и Львову. Все они обвинялись в заранее спланированном ими убийстве с целью грабежа. Жертвами этого убийства стали казак Поросятников и жена тайного советника Катюхова. «Преступление, совершенное в солдатской слободе», — писали газеты, — просто поражает своей жестокостью. На голове у Поросятникова обнаружено 11 рубленых ран, а на голове у Катюховой — 9. Как рассказал на суде один из убийц Александров, в ту роковую ночь он, Степанов и один из братьев Селезневых пировали в доме Осипа Селезнева. Принимал участие в этой пирушке и Львова, которая сообщила приятелям о том, что в их доме снимает квартиру казак Поросятников, А поскольку у Поросятникова часто бывают женщины, видимо, и денюжки у него имеются, чтобы этих женщин привечать. Из рассказа о Львовой родился и план убийства, который решено было осуществить, как только уснет ее муж. Она же Львова взяла на себя и роль руководительницы в этом деле, отвела Степанова и Александрова к своему дому и впустила в квартиру Поросятникова, куда они ворвались с топорами в руках и зарубили даже не проснувшегося квартиранта и его подругу Катюхову. Затем Львова указала сообщникам на сундук, в котором Поросятников хранил деньги. Сундук те взломали, изображая грабеж. Взяли деньги, денег оказалось 340 рублей и разделили их между собой. 20 досталось Степанову, 70 Александрову, а остальные деньги взял подошедший к этому часу Осип Селезнев. Из обвинительного акта по делу об убийстве в Солдатской Слободе. Осмотром было установлено, что дом Львова состоит из трех комнат. Кухни-прихожей, где жил Поросятников, и зала со спальней, которой занимали хозяева. На полу в прихожей у кровати были найдены окровавленный топор и сломанный нож. Два сундука, принадлежащие покойному, были сломаны, а вещи выброшены из них на пол. Сундук же, принадлежавший хозяевам, вскрыт не был. И это обстоятельство навело сыщиков на мысль, что Львовы, которые провели роковую ночь в квартире Осипа Селезнева, явились соучастниками этого убийства. Явившись к Селезневым, полицейские обнаружили на рубашке одного из них Терентия следы крови. Вот этот-то Терентий и сознался на допросе в убийстве и выдал своих соучастников. Ну, а мы оставим пока Слободку и дадим слово Самарцу Алексею Толстому. Рассказ «Маша. Январь 1914 года». Маша сидела на кровати. Одеяло соскользнуло до пояса, и она увидела, что спит в тонкой дневной рубашке. Затем она оглянула незнакомую комнату, незадернутые шторы на окне и увидела, что рядом находится чужая мужская постель. Маша покраснела. Вчерашнее отчаяние еще не успело овладеть сознанием. Между сном и гнетом наступающего дня была минута пробуждения. Маша вступала в нее чистая, омытая туманами сновидений. Уходя вчера от мужа, она словно бы пробежала по мосту из опостылившего дома к этой чужой постели. Но за ночь прозрачный мост растаял, и вернуться назад было уже невозможно. Маша попыталась вспомнить вчерашнее, но теперь оно представилось ей каким-то больным кошмаром. А здесь, в светлой спальной, на мягкой и чистой постели было тепло, и Маше снова захотелось опуститься на эти подушки. Она подняла руки и тронула щеки тыльной стороной ладони. Ну и полежу еще немного, подумала она. Бояться мне нечего, а стыдно было всего одну минуту. Вот я и ушла, и теперь у чужого человека в постели сплю. А что про меня люди скажут, это мне все равно. Оставим ненадолго героиню Алексея Толстого и походим по Самарским улицам зимы 1914 года. А на этих улицах чего только не происходило. Например, из незапертой квартиры Ивана Сергеевича Фомина, проживающего на Самарской улице в доме номер 273, в январе 1914 года было похищено разного имущества на сумму в 35 рублей. А вот Евдокия Самаркина и Василий Веревкин попались на тайной продаже казенного вина, которым первая торговала в своем собственном доме, а второй в сенной лавке на Воскресенском базаре. А у нас Алексей Толстой и его Маша. Она спустила одну ногу, а другая, согнутая в колени, обнажилась. Тогда Маша натянула на нее рубашку и поглядела на плохо запертую дверь. Тогда она соскочила с кровати, встала на ковер, побежала, лучше захлопнула дверь, вернулась, села и взяла лежавшее в ногах белье и стала натягивать чулки. Минута пробуждения улетела. Наступили будни. Черный чулок в том месте, где он схватывался подвязкой, был изодран. Маша просунула об дыру пальцы и нахмурилась. Потом быстро натянула чулки, надела другую одежду и, не смотрясь в зеркало, причесалась. Сделав все это, Маша снова приподняла юбку и посмотрела на разодранный чулок. Он лопнул, когда, врываясь от мужа, она упала в дверях. Нет, избить так, чтобы чулки лопнули, это невероятно, подумала она. И вот снова восстановился вчерашний мост. И то, что теперь казалось Маше больным кошмаром, опять стало действительностью. Похолодело и ожесточилось Машино сердце, и сжались губы. Тогда Маша позвонила горничной, и, подходя к дверям, один только раз тайно от себя вздохнула. Это были остатки полусонных мыслей тайного тепла женского пробуждения. Это был Алексей Толстой и его рассказ «Маша», увидевший свет в январе 1914 года на страницах журнала «Заветы». А у нас, между тем, тоже январь 14-го и свои собственные слободские заветы и толки. Из всех задержанных по делу об убийстве в солдатской слободе подсудимых сознались Александров, Степанов и Терентий Селезнёв. Двое других обвиняемых, Осип Селезнёв и Львова, на вопрос о виновности ответили отрицательно. Мы тут ни при чём. Первым пространное объяснение по этому делу дал на суде Александров. Дескать, пошли мы со Степановым, было Каванову просить работы. Но дома-то его не застали. И, возвращаясь, зашли к Осипу Селезнёву. Возвращаясь после неудачного похода к Иванову, Степанов и Александров зашли к Селезнёву, где им подали водки. Началась игра на балалайке, песни, пляски. Тут на огонёк и заглянула Львова, которая зашла по делу, но присоединилась к игре в лото. После этого она попросила Степанова сыграть ей русскую, а Александрова пригласила сплясать. Просьба Львовой была исполнена. Сыграли и сплясали русскую. Но ей этого показалось мало. Хорошая компания, сказала Львова. А выпить больше нечего. Вот вам 50 копеек. Бегите-ка за второй. Когда принесли ещё бутылку, выпили и её. А вот после этого Львова встала из-за стола и сказала «Ну а теперь пойдём ко мне. У нас там у квартиранта денег хуры не клюют». Подойдя к дому, Львова открыла дверь в сене и указала на лежавшие в углу топоры. Мол, возьмите, вдруг пригодятся. Мало ли чего. Потом ввела приятелей в квартиру и показала на дверь, где спал Поросятников. А дальше было всё, что мы уже знаем и что теперь узнали все те, кто собрались в зале окружного суда в январе 2014-го. Остаётся к этому добавить, что после длительного совещания присяжные ответили «Да, виновен» в отношении каждого подсудимого. Причём Александров и один из Селезнёвых, Терентий, по мнению присяжных, заслужили снисхождение. А вот все остальные участники этого убийства в солдатской слободе теперь должны были ответить по всей строгости. Мораль у басни такова. Иной ярлык сильнее льва. С вами был Михаил Перепёлкин.